Снова в эфире Эхо недели на канале RTVI. Верховный суд США на минувшей неделе принял решение, которое запрещает федеральному правительству страны ограничивать в правах однополые пары, состоящие в законном браке. Это большая победа для сторонников равенства американских граждан, но далеко не полная. В Соединенных Штатах вопросы брака регулируются на уровне местных властей. 12 штатов, четверть территории страны, узаконили однополые браки. Однако оставшиеся три четверти США не признают их легитимности. Получается странная ситуация, когда, например, гейская пара с детьми где-нибудь в Нью-Йорке совместно платит налоги и обладает полными родительскими правами. Переехав, скажем, на работу в Вирджинию, эта пара теряет все права и перед лицом местного закона считается в лучшем случае приятелями. В ближайшее время в США ожидается целая лавина судебных процессов в каждом из тех штатов, которые не признают законности однополых браков. Границы равноправия, измерил Евгений Маслов. Это сложно было себе представить еще 10 лет назад. Америка к такому была не готова. Решение Верховного суда, по сути приравнявшее гей-браки к традиционным, ликующая толпа перед зданием суда встречала криками. Юридическая норма о недопустимости дискриминации легла в основу столь неожиданного для многих в США решения. Члены суда посчитали, что так называемый акт о защите брака не обеспечивает равных прав для однополых пар в той же степени, как и гетеросексуальным парам. Пять судей за, четверо против. Разница всего в один голос сделала возможным эпохальный момент. Однополые браки в США отныне фактически приравниваются в юридическом плане гетеросексуальным. С сегодняшнего дня все американцы, вне зависимости от их сексуальной ориентации, имеют равные права. Верховный суд своим решением сделал еще один важный шаг к настоящему равенству. Формальным поводом к рассмотрению стал иск 83-летней жительницы Нью-Йорка Эдит Виндзер. После смерти ее партнерши Т. Шпейер Виндзер прислала уведомление о том, что она должна уплатить налог на наследство на сумму в 363 тысячи долларов. Если бы она была замужем за мужчину, ей бы не пришлось платить ничего. Она решила уровнять себя в правах с гетеросексуальными супругами и выиграла суд, войдя в американскую историю. Вы уже знаете, какое решение вынес суд. Мы добились того, за что боролись и на что надеялись. Я польщена, смущена и рада представлять здесь не только свои интересы, но и интересы многих тысяч других людей. Согласно последним опросам общественного мнения, более 50% американцев поддерживают гей-браки. Победу в суде представители гей-движения праздновали, кроме Вашингтона, с размахом по всей стране. В Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско и, конечно же, в Нью-Йорке. Манхэттен буквально завешен радужными флагами. Новость из Верховного суда пришла всего за несколько дней до начала знаменитого нью-йоркского гей-парада, самого крупного в стране. Нью-Йоркский район Гринвич-Вилледж – исторический центр гей-движения. Именно здесь, в 69-м году прошлого века, у бара Стоунволл-Инн начались выступления геоактивистов, возмущенных полицейскими облавами. Они выялись в настоящей манифестации, ставшей началом борьбы за права геев в Америке, а затем и в мире. Именно у бара Стоунволл-Инн, отметить победу, собрались сотни человек. Мы очень долго ждали этого дня и рады, что теперь у нас равные права со стойными. Это важно для Америки и для наших свобод. Гей-прайд с английского можно перевести как парад гордости, но в этом году для американского гей-сообщества он явно будет еще и парадом победы. Согласно опросам, воспользоваться возможностью вступить в брак намерены лишь половина гомосексуальных пар Америки. Многие считают, что им вполне достаточно и гражданского брака, но при этом довольны, что выбор у них теперь есть. Решение Верховного суда повлечет за собой новое толкование более тысячи федеральных законов. Помимо моральной победы, для гей-сообщества в Америке не менее важна и экономическая составляющая этого решения. Более 130 тысяч однополых бар, состоящих в США в браке, теперь смогут потребовать причитающихся им год. Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, специально для «Эхо-недели», Нью-Йорк.